Профессиональный водолаз или водолаз-спасатель – это в первую очередь человек, который готов с риском для жизни прийти на помощь людям, терпящим бедствия. Мне всего 24 года, но я уже точно определился со своей профессией. В первый раз я спас юношу 97-го года, который сделал из пластиковых бутылок плод и отправился в реку. К счастью, всё обошлось. Мальчик остался жив. К сожалению, не все истории со счастливым концом. Люди тонут, и самая тяжёлая часть работы водолазов-спасателей – поиск утопленников. «Разумеется, к этому привыкаешь, – говорит осед, – но всё равно нет-нет, да и ёкнет где-то, вытаскивая на поверхность очередное бездыханное тело». Именно поэтому в здании Центральной спасательной станции, которая была введена в эксплуатацию в 2014 году на берегу реки Илег, имеется кабинет психологической разгрузки, где со спасателями проводят психологическую работу, а также комната отдыха и кабинет медпункта. «До появления этой станции в районе земснаряда на реке Илег в основном ежегодно тонули люди, гибли. С вводом этой станции эти случаи прекратились. В 2015-2016 году в районе земснаряда на реке Илег не было ни одного несчастного случая. Ребята ежедневно заступают на дежурство. В летнее время это в сильном режиме, в зимнее время это сутки через трое. «Дежурим мы тут, как вы заметили, тут жилой массив, район Кунаева. И летом в основном дети, очень много народа, в основном все идут, скажем так, в дикие пляжи. То есть те места, которые не оборудованы для купания. Люди очень много купаются, ребята дежурят в усилием режиме, как я говорил. Обязательно у нас есть резиновая лодка шестиместная, есть спасательный круг, есть спасательные жилеты. Ребята постоянно контролируют водную акваторию, делаются пешие обходы. То есть по максимуму мы хотим не дать ни одной жертвы в воде. Мы обход делаем каждый раз, людей проверяем, обходы делаем. Не даял их, конечно, но есть дети, например, тонущие, их спасаем». Профессия спасателя, где малейшее пренебрежение правилами безопасности или ошибка, может стоить жизни, одна из самых рискованных и опасных. Она не терпит слабых духом, поэтому в эту профессию приходят люди поистине неустрашимые и смелые. Руслан Газдаров, Алтыбек Даутов. Твое утро.